Всем привет! Сегодня мы в магазине ХИТ. Магазин, в общем-то, магазин и магазин. Я говорю, обычный магазин, да? Городу Минску привет! Стелла, привет! Таня, Раисия Николаевна нас балует. Стелле, привет! Спасибо! Нет, не уходим. Уходим, уходим. Танечка, нет, до свидания. Одну секунду, нет, подожди. Давай, подождите. Довление более-менее нормально. Забалать? Ну и хорошо. Раиса Николаевна докладывает о своем состоянии здоровья. Доченька, которая живет в Минске. Да. Все нормально. Пока, пока, тихонечко. Ну и слава. Ну и хорошо. Ну и вторая половина магазина. Вот так вот выглядит. В общем-то, как типа Евроопта. Это, наверное, филиал Евроопта, как я думаю. А что вы спешите? Звено купить. Угостить членов заседания. Проведу. Проведем отчетно-выборное по телефону, ввиду того, что коронавирус. У меня тече на комиссии будут, я председатель. Активные участники? Работает до сих пор Раиса Николаевна. Молодец. 15 лет. Все. Как на день снижение, так и в этом. Молодцы. Хочу сдать право своими полномочиями, но никто не принимает. Мы кричат не будем. Так что работайте. Не настаивай. Нет, нет, нет. Вот такие дела. Ну и хорошо, что все хорошо. Будем по телефону сидеть и обзвониться. Опрос всех 150 человек, не работающих. Пенсионеров. В вашей бывшей организации. Да? Вот такие дела. Ну и все. Купили хлебцы полоцкие. Держи. Ржаные. И хлебцы с луком. На рубль 0,4 купили. Баркас. Питейное заведение. Или заведение общепита. Фермерское кафе. Ежакава. Мы в ЦУМе. Купил себе ящик универсальный. Размер 285 на 155 на 125. Могу даже показать. Открой, Тань. Я открою сейчас. Что у нас там? Это мне на рыбалку. Чемоданчик такой. 5 рублей стоит. Саша, хочешь я тебе такую сковородку, чтобы яичницу жарить бабочкой? Яичница? Да. Не хочешь бабочку? Нет. Яичницу бабочкой. Мне не надо какой. Хорошо. Слишком тяжелая. Что это? Для специй. Нет. Она тяжелая. Она тяжелая. Не надо. Кофе, чай, кофе. Сахар. А здесь нет? Мы уже были в магазине сумки, да, Танюша? Отложили себе белорусскую сумочку. Черную. Ну, коль в это уже зашли мы в сумку, давай глянем. Да, уж посмотрим, что здесь есть. Может, и здесь белорусская сумка. Мы тут как-то смотрели. Тоже и белые, и черные всякие. На здоровье. Понравилось сумочек. Но нам нужна на зиму черная. Так? Не нам, а вам. Я и говорю нам. Вам. Вам. Сделано в Китае, мы уже смотрели. 68 рублей. Это мы знаете где? Магазин Кари. А наверх пойдем. А что там? Сумки белорусские. Наверху есть сумки? Пойдем. Таня хочет сумку себе уберет на лето. Саша мне выбрал сумку. Конечно, а кто тебя еще выберет? Под любую одежду. Да, уж как одел, издалека будет видно. Хорошо. Нормально. Сколько стоит, кстати, Китай? 57? 57 рублей. Ну, это на длинной ремешке. Да, на ремешке. Вот сюда цепляется. И все. На плечика вешается и вперед. Нормальная сумка. Хорошая. Хорошая? К лицу? К лицу. Смотри. Музыка играет. Симпатичная. Сколько стоит? 40 рублей. 40 рублей, да. Да, тут еще полно всего-то. Кардиганы. Кардиганы, кардиганы. Что почем? 39,95. Бели-бели. Компираны. Короче, ходим-доходим. Шляпы смотрим на Наташу. Наташа а себе шляпу Саша выбрал. они любят шляпу. Сколько она стоит ? 34,95. А вот ковбойская. А вот какая. Тоже 34,95. Ну как, Саша, приезжай. Повернись чуть-чуть. Повернись чуть-чуть ко мне. Симпатичная шляпка. Ну вот. Искали одно, купили другое. Как всегда. Мы иногда так. Много ходим, все присматриваем, но ничего не покупаем. Иногда пойдем на 5 минут и покупаем то, чего не надо. Таня просто показывает. А я нашел размер ей. Говорю, вот иди померяй. Померила и хорошо. Саша мне выбрал нарядик. Тане наряды. Сумку отложили вот черной ей. А Саши вон, видите, что. Чемоданчик. Пластмасс. Под цвет куртки. Ну, приходится довольствоваться. Что есть, то есть. Кому что надо. Сегодня не все так просто. Мы идем еще в магазин. Как он называется? Сумки-чемоданы. Сумки-чемоданы. Белорусская. Таня сумку отложила, прежде чем мы ходили в ЦУМ. Так что вот сейчас идем ее выкупать. А покажем уже все вечером. Вот Аня есть еще ночнушка. Да, мы что купили? Обещала показать. Обещала. Сегодня все покажем. Галлантея. Радости полные штаны. Говорю, как продавца спрашивает. Какая гарантия? Она мне сказала. Ну, говорит, только нет гарантии на замки. Мы проверили. Она говорит, замочки работают, проверены. Если они поломаются, то мы вам продали с хорошими замочками. Так что замки в гарантию не входят. Ну, другие, может, такие погрешности. Магазин номер три. Можно и погромче говорить. Это белорусские товары. Они у нас очень качественные. Машерова 54. Так что я китайскую сумку не захотела покупать. Только белорусскую. Они носятся долго. Идем обедать. Идем обедать. Вышли вечером прогуляться. Мы на пересечении улицы Советской и Гоголя. Что будешь рассказывать, конечно. Сейчас зайдем на почту. У нас одна зрительница попросила прислать ей семена тыквы медовой. Сейчас мы зайдем, потому что в конверте, наверное, это... Во-первых, эти семена, они такие толстенькие. Они не меленькие. Это же не мак, не... Ну да, надо узнать. Тем более в Россию, я так понял, да? Сейчас мы спросим, да. У нас еще цветы. 20-е числа октября. Нас это радует. Цветут цветы. Комунарка. Самый вкусный магазин. Самый сладкий магазин. Самый красивый. Кинотеатр Беларусь переливается огнями. Темнеет. Ну, еще тепло у нас. Так, идет Таня. Сейчас она расскажет, можно ли пересылать семена в конвертах. Зашла я на почту и спросила, можно ли отправлять семена в Россию. Она говорит, нет, категорически запрещено. Ни в конвертах, ни в бандероле, ни как. Вы, может, скажете, да вы тихонько положите их в конверты, в почтовый ящик. Я этот вопрос уточнила. Говорит, почта, когда ставит штампы на конверт, она смотрит, что там не бумажка, а что-то есть. Говорит, нет, не пропустится. Говорит, этот номер у вас не пройдет. В общем, она сказала, категорически запрещено. Ну, и зачем нам нарываться? Так что, я думаю, это семена медовые называются. В магазинах ее везет. Я думаю, это не дефицит. И в России у вас есть. Если бы были где-то по Белоруссии. Ну, может, и по Белоруссии. Я бы за Беларусь не спрашивала. В Беларусь тоже это не проблема. Семена тыквы. Ну, да, у нас-то они продают в этих магазинах. Так что, без всяких обид, нет, не получается. Мы бы в конвертик, если бы они были, как бумажка, тоненькие. Но они были толстенькие, большие, поэтому... Все. Сидит женщина с детьми на скамеечке. Говорит, фонарики включили. Включили? Включили, да. Фонарики. Сразу стало веселей, уютней и теплей. Розы цветут, видите? У нас. Обратила внимание? Обратила. Музыканты выступают. Настраивают гитары. Магазин Позитив. Кстати, в фикс-прайсе появились новые какие-то новогодний уже ассортимент товаров. Мы заходили. Я себе купил фонарик. Правда, не новогодний фонарик. Просто фонарик на магнитике. Ну, мы покажем. Будет общий обзор, все покажем. Мы чего пошли вечером в фикс-прайс. Посмотрела Таня видео Татьяны Козловской. Танюшка, привет. Смотрю, ты накупила в фикс-прайсе. И смотрю щелкунчик. Я даже не поняла, какого он размера. Она его в руке держит. И мне что-то показалось, что он такой большой. Не, небольшой он такой вот. Такой, 3 рубля. Ну, он на экране. Он, как бы, думаю, интересно, какого же размера. Саша, пойдем в фикс-прайс. Посмотрим. Щелкунчик. Одним словом, щелкунчика мы не купили. Вместо щелкунчика игрушки купили мы фонарик Саши. Мы так подумали-подумали. Ну, Таня маленькая внучечка, ребеночка. Подарочек на Новый год. Щелкунчик. Хорошо. Саша, а зачем он нам с тобой щелкунчик? Нам фонарик нужнее. Фонарик-то нам нужнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!